Привет всем, друзья! Для тех, кто еще не заметил, сообщаю, да, уже наступила весна, в общем, поздравляю вас с этим событием, и поэтому сегодня, сегодня 1 марта, и, в общем, этим весенним дождливым вечером в Мюнхене я решила записать для вас видео, рассказать вам о том, какие же обязательные пункты должен выполнить каждый человек, который живет в Германии с приходом весны. Мне кажется, что это очень интересно, потому что, в принципе, не знаю, чего ожидать, но я вам скажу, что у немцев есть определенная программа, которой следует большинство населения Германии, так что сегодня я вам об этом расскажу. Поехали! Как я уже сказала, те, кто какое-то определенное время живут в Германии, понимают, что у немцев есть действительно какая-то заложенная программа, по которой они действуют, какие-то неписанные правила, которым, по сути, все следуют, как, например, то, что в июне все обязательно должны покупать клубнику, и бабушки должны покупать клубнику и ревень. Причем в прошлом году, например, когда было очень холодно в начале лета, клубники почти не было, немцы все равно ее покупали, несмотря на то, какая бы она дорогая не была. И она была дорогая и абсолютно невкусная, но немцы ее все равно покупали, потому что в их программе заложено, что они должны покупать клубнику в июне, да, вот просто это так. И с точки зрения того, что когда наступает весна, когда уже становится теплее, да, когда уже, скажем так, вот эти вот холода заканчиваются, у них также есть определенная программа. Я эту программу записала как 6 пунктов для себя, так что сейчас по порядку расскажу вам о том, какие же это пункты. Первый пункт в моем списке это задуматься по поводу жилья. И, конечно же, не все немцы переезжают весной, это было бы очень странно, но я вам скажу, что из моего опыта самые удачные поиски квартиры ждут каждого человека именно в канун весны, да, то есть обычно в январе и феврале появляются самые адекватные и выгодные предложения по поводу съемных квартир. Так что если вы будете искать жилье, то очень советую вам январь и февраль. Я сама в феврале нашла эту квартиру, в которой я сейчас живу, как раз в начале весны в нее переехала. И скажу вам, что так делают очень многие немцы, и именно вот март или апрель это два таких вот самых-самых популярных месяцев для переезда. И поэтому если вы занимаетесь поиском жилья, то сейчас как раз самое популярное время для того, чтобы переезжать и искать жилье. Ну а те, кто не переезжает, все равно задумываются о том, чтобы как-то подготовить свой дом, свое жилище к наступлению нового сезона, да, к наступлению лета. И поэтому как раз на начало весны приходятся самые-самые такие крупные прихорашивания квартир, домов в Германии. По крайней мере из моего личного опыта, потому что я вижу, что, во-первых, весной все просто повально начинают красить стены, покупать какую-то новую дополнительную мебель, просто с сумасшедшим остервенением мыть окна, убирать, разбирать какие-то свои старые завалы в кладовках. И особенно популярным является в Германии то, что, в принципе, я не знаю, делают ли это многие из нас, но, по крайней мере, я ничего такого не делала, да, обязательно немцы с приходом весны постепенно упаковывают теплые вещи в коробки, отправляют их в подвал, чтобы у них в шкафу остались только летние вещи, да, вот так вот. Ну и третий пункт, конечно же, на любителя, но я думаю, что таких любителей в Германии очень много, и среди вас, я думаю, тоже. Это разные садовые и огородные дела, да, потому что, конечно же, весной все просыпается после зимы, и многие немцы любят поковыряться в земле, что-нибудь посадить. Некоторые садят даже овощи на таких маленьких участках, которые, в принципе, можно было бы назвать дачей, но, по сути, там никто не живет, это просто участок земли, который они берут в аренду, и некоторые немцы вот так вот выращивают для себя овощи в очень маленьких количествах, и, скорее, это их хобби, чем реально возможность вырастить себе какую-то еду на целый год, да. Четвертым пунктом я назову подготовку к очень большому празднику, который отмечает как у нас, так и в Германии, это Пасха, потому что я вам скажу, что в Германии этот праздник, ну, я поставлю его, наверное, на второе место после Рождества, и это очень важный и очень большой праздник, который тут очень любят, и я вам скажу, что Пасха здесь не обязательно у всех ассоциируется именно с какими-то католическими традициями, и, конечно же, есть процент людей, которые делают все строго по католическим традициям, которые постятся в этот период перед Пасхой, да, но большинство людей все-таки любят Пасху за возможность украшать свой дом, за возможность увидеться со своей семьей, пригласить гостей, за возможность также насладиться очень вкусными и разными пасхальными сладостями, разными марципанами, шоколадками, конфетами, вот, так что каждый радуется Пасхе по-своему. Ну, а пятый пункт, это, наверное, все-таки классика, классика, которая не требует дополнительных объяснений и лишних слов. Пятым пунктом я назову начать бегать. Конечно же, каждый уважающий себя человек должен после долгого периода набирания зимнего журка весной начать бегать, начать ходить в тренажерку, заниматься спортом, и это нормально. В общем, очень поддерживаю тех, кто этим занимается, и я тоже, думаю, присоединюсь к тем, кто весной пытается подготовиться к лету. Ну, и шестой и последний пункт, хотя не менее важной по значимости, чем все остальные, это забронировать отпуск. Я вам скажу, что я заметила, что, конечно же, немцы очень многие вещи делают заранее, и бронировка отпуска 100% относится к этому списку, и, конечно же, если вы хотите поехать в те страны, куда обычно ездят немцы, я вам советую об этом позаботиться заранее, потому что именно в начале весны начинают бронировать путевки на август, на июль, на сентябрь, и, конечно же, тут это так не работает, чтобы вы в июле, например, бронируете себе отпуск на август, потому что обычно в этот период уже все хорошие предложения по отелям, по билетам, скорее всего, будут раскуплены. Так что бронирование отпуска заранее, это также очень важно, чтобы успеть сделать это раньше или хотя бы одновременно с немцами. Ну что, вот так вот выглядит мой план на начало весны, и я вам скажу, что я могу буквально под каждым пунктом подписаться, потому что я этот план написала из личного опыта, то, как это буду делать я, и, поверьте мне, как это будут делать очень-очень многие немцы, потому что именно у немцев я научилась делать это приблизительно так. Так что я надеюсь, что это видео было для вас интересным, и вы смогли понять немножко немецкую логику, да, и понять, что у немцев есть определенные программы, которые они выполняют, и это абсолютно нормально, и мне кажется, даже это очень милым, вот. Так что жду ваших отзывов, жду лайков, жду комментариев, и до новых встреч, друзья, пока-пока!